Lineage 2 это MMORPG, которая завоевывает мир еще с 2003 года. Игроки утверждают, что с годами игра стала только лучше и сбалансирование. Если же вы с этой игрой все еще не знакомы, то вам не стоит бояться того, что вы не догоните остальных игроков, если начнете играть только теперь. Ведь сейчас специально для вас в игре действует ускоренная прокачка. А при регистрации игры по ссылке в описании, вы и вовсе получите премиум аккаунт. Ссылочка в описании. Здарова, друзья! После прошлого выпуска Dauntime, я, если честно, впервые задумался о том, чтобы закрыть эту рубрику. Да и вообще, я в последнее время много рассуждаю о канале, о дальнейшем его развитии и о многом другом. Причиной тому послужил целый комплекс определенных проблем. Но все же одной из основных причин наличия в моей голове мыслей о закрытии этой рубрики является то, что дебилы в целом не могут предложить мне ничего нового. И слишком часто повторяются. В общем, всех идиотов, которые оставляют тупые комментарии, можно поделить всего на три группы, не больше. Это первые. Идиоты, которые оставляют комментарии, несмотря при этом само видео. Таких больше всего. Взять, к примеру, тему из прошлого выпуска и топ игр, в которые можно играть вечно. Где я вначале сказал, что здесь будут, внимание, только онлайновые игры. А в итоге получил сотни комментариев с одиночными играми. И эти же комментарии набирали сотни лайков. И висели в топе под видосом. Хотя, как бы любому человеку, который смотрел видео, было понятно, что это только тупые дауны могут оставлять такие идиотские комментарии. Ведь они называют одиночки. А в топе должны быть только онлайновые игры. И я четко об этом произношу, повторяя уже несколько раз. Случаев, когда идиоты пишут тупейшую фигню, не относящуюся к теме видоса, очень много. И делают они это зачастую из-за того, что просто не смотрят видео. Ну или они вообще в край тупорылые дауны, и их уже ничто не спасет. Второй вид дебилов это осознанные мрази, которые делают херню намеренно. То есть они все прекрасно сами понимают, но специально вырывают слова из контекста, возводят их в абсолют, преподносят реплики автора в упрек ему же. Да, и такое тоже бывает. Ну и в общем они обыкновенные мрази, которые провоцируют всех на конфликты. Ну и третий вид это реально больные на всю голову идиоты, которые живут в своем собственном выдуманном мире. И отрицают все реальные и максимально весомые пруфы, которые ты им преподносишь. С такими дебилами мы тоже сталкивались уже очень часто. Самый яркий пример это выпуск даунтайма про фильмы, где я почти 20 минут разбирал идиотов, которые на полном серьезе в спорах приводили примеры либо несуществующих сцен фильма, либо уже имеющиеся сцены переворачивали с ног на голову. То видео я снимал уже после того, как все необходимые фильмы вышли в хорошем качестве. И я прям показывал те сцены и зачитывал комментарии дебилов, которые выдумывали несуществующую хрень. В общем это были серьезные случаи и таких тоже очень много. Изначально, когда я только начинал эту рубрику, я создал отдельную папку на компьютере и назвал ее «Зоопарк». В этой папке я создал еще с десяток папок и дал им название. Отрицающие реальность, дауны про фильмы, дауны про игры, просто мрази, все ПК, спойлеры, реклама и много чего другого. Делал я это для того, чтобы проще было разделять идиотов по категориям. И вот если раньше я с энтузиазмом заходил в комментарии каждый день, читал их, находил уебков, сохранял их комментарии и банил их к хуям, то сейчас они так часто стали повторяться, что мне уже даже сохранять их впадлу. Я их просто баню. Смотря на списки сохраненных тем, для которых я отобрал очень много комментариев, мне реально хочется затронуть еще две темы. Это спойлеры, потому что вы себе даже не представляете, как много существует ебанатов, которые спойлеры видят абсолютно везде, в каждом скриншоте и каждом слове. Конфликты с такими даунами у меня случались еще даже до ютуба. Я, например, являюсь активным пользователем стим. Часто скроллю ленту активности, публикую скриншоты и собираю лайки. У меня больше 300 друзей и порядком 500 купленных игр. И порой, просто так, в комменты под моими скриншотами в стиме приходят просто в край охуевшие ублюдки, которых я даже не знаю, и предъявляют мне за спойлерные скриншоты. Хотя скриншоты по факту не спойлерные и такими, ну, точно не являются. Короче, это прям гигантская тема, о которой мне есть что сказать. И комментов разных ебланов я насобирал тоже очень много. Так что ждите видос, он однозначно будет. Ну и вторая тема, это реклама на ютубе. Эту тему я уже поднимал ранее. Если вы помните, вот эти желтые полосочки, которые срабатывают не всегда. И даже если их под видео штук 10, то в лучшем случае у вас производится 3 или 4. Это как бы очевидный факт, я показывал пруфы, да это и без меня все так прекрасно знают. Но опять же, вы себе даже представить не можете, как много существует каких-то невероятно конченых еблойдов, которые реально жалуются именно на такую вот гугловскую рекламу. Не на прямую рекламу, хотя таких мразей тоже очень много, а именно на гугловскую, таких дебилов я отобрал уже больше сотни. Реально, по теме рекламы комментов идиотов у меня больше всего. Так что я буду их еще фильтровать, отбирать только самые лучшие, потому что все в видос не вставишь, да и они тоже повторяются. Короче говоря, видос по рекламе точно еще успеет выйти. Ну и еще я порой натыкался на комментарии, которые просто взрывали мой мозг. Я их сохранял в отдельную папку и каждому оставлял заметку, чтобы не забыть то чувство ахуя, которое я испытал при первом прочтении. Ну вот давайте я вам даже пример приведу. Это существо помечено у меня как тупейший ебанат. Расхвалил Resident Evil 6, обосрал ремейк Resident Evil 2. Теперь понятно, откуда 400 с лишним дизлайков от фанатов старых классических игр серии Resident Evil. Ведь начиная с четвертой части и бла-бла-бла-бла-бла, дальше, короче, типичное нытье олдфага. Но! Этот комментарий взят из-под видоса «Самые ожидаемые игры начала 2019 года», где я очень сильно хвалил сначала Resident Evil 6 в контексте кооператива, а потом так же сильно нахваливал и восхищался переизданием второго резидента. Ведь оно по факту сейчас выглядит просто изумительно, и я об этом говорил. То есть я хвалил обе игры, обе! И отметил лишь то, что хотел бы увидеть кооператив и во втором резике. Всё, там не было хейта, там даже не было критики. Где он, блядь, увидел или услышал критику и хейт в сторону старых частей резидента? Я вообще не представляю. Ведь это даже не вырывание слов из контекста. Ты, бляха, весь ролик игру нахваливаешь, а тебе на полном серьёзе пишут длиннющую предъяву, чё ты хейтишь? Хрен его знает. То ли он сделал это намеренно, то ли он просто тупой дебил, которых свет не видывал. Непонятно. Но в любом случае, это за гранью всего разумного. Расстрелять! Ну и вот ещё пример. Он у меня отмечен как пиздец под знаком вопроса. Сверок, я вот смотрю тебя уже какое-то время, и мне нравится, как ты делаешь ролики. Очень хотелось бы поправить качество, а конкретней микрофон. Как только обзаведёшься микрофоном получше, уверен и подписчиков прибавится. Всем мир! Логично. Ну вот, казалось бы, с одной стороны нормальный комментарий, но с другой, ещё в 2016 году, я купил себе топовый микрофон за 200 долларов, Blue Yeti, которым пользуются, наверное, 98% всех блогеров, стримеров, да и не только. Этот микрофон выдаёт идеальный звук. Когда я его купил, я даже сравнение делал, какой звук был раньше и какой стал теперь. Чёрт, да мне за все 3 года на ютубе никто ни разу не писал подобного комментария. Потому что, как бы очевидная вещь, что звук хороший, микрофон за 200 долларов не может выдавать тебе плохой звук. Особенно, когда этим микрофоном пользуются вообще, блять, все. С ним всё нормально, но что тогда, чёрт возьми, случилось в голове у этого человека, что он решил оставить такой вот комментарий? Я не могу этого понять. Тут, наверное, лишь два варианта. Либо у него что-то не так с наушниками и они ему выдают звук как-то искажённо, но тогда он должен жаловаться на звук практически под каждым видео на ютубе, которое он смотрит. Потому что такой микрофон почти у всех и я об этом уже говорил. Либо это была намеренная критика с целью придраться. Типа, я же должен за что-то тебя покритиковать. Таких мразей я просто ненавижу. Но, опять же, обращаюсь именно к этому комментатору, если вдруг он меня смотрит. Если ты как бы ошибся и у тебя действительно что-то не так с наушниками, то окей, никаких проблем, сорян, чувак. Но, если ты намеренно оставил такой тупой комментарий с целью придраться или выдать убогую критику, то просто иди нахуй. И еще у меня есть одна большая папка с комментариями под названием просто мрази. Я бы, наверное, мог посвятить ей отдельный видос, но давайте заглянем в нее прямо сейчас. Как у всех, у тебя завышенные ожидания от метро. Особенно, если учитывать то, что первая часть обосралась. Все говорили, что это будет замена сталкеру. А что вышло? Тупорылое, линейное, унылое говно. И даже без нормального сюжета. Так, это что такое, а? А? В какой именно вселенной живет этот долбоеб, непонятно. Но в его выдуманном мире первая часть метро почему-то обосралась и была унылым, тупейшим говном. Странно, ведь в реальности это был успех. Конечно, не многомиллиардный и не суперприбыльный, но успех. Чувак, ты стебешься или на самом деле так ущербно говоришь? Долбоеб, бегом к логопеду мразоты, научись произносить название игр правильно, скот, ты тупой, млядь. Я снимаю видео на ютуб уже три года. Никто и никогда не делал мне подобных замечаний. И тут появляется вот этот петух, у которого желчь прям из всех дыр льется. Так что иди-ка ты нахуй в пожизненный банк, тупая мразота. Расстрелять! Ключ недействительный, такого нету вообще, он не настоящий пиздобол, диз. Сука, школота ебаная, блядь. В начале прошлого года я раздавал в своих видео ключи активации на разные игры. Люди, которые первые активировали ключи, ведь ключи на игры это одноразовый продукт, потом присылали мне фото активации в ВК и я постил их в группе в качестве пруфа. Но этот долбоеб, живя в 2018 году, наверное, все еще не знал, а может и не знает, что ключи это одноразовая штука и повторно их не активируешь, на то это, блядь, и цифровой ключ. Вот, кстати, еще один такой же долбоеб. Расстрелять! Ты больной ублюдок, раз тебе нравятся сотни и легенды завтрашнего дня. Эти сериалы находятся на самом дне, ниже падать некуда. Остановись делать такие топы, это не для тебя. Еще одно существо, которое живет в своем собственном выдуманном мини-мирке. Ведь в реальности сотня нынче стал одним из самых популярных и просматриваемых сериалов в сети. Ее рейтинги только растут, сериал продлен на шестой сезон и сам Стивен Кинг называет его одним из лучших сериалов современности. Ну и у легенд завтрашнего дня все тоже хорошо. Кстати, вот было бы прикольно, если бы такие недолюди писали бы перед своими комментариями из какого они мира, ведь этот овощ явно из дебиляндии. Ни одного дизлайка, хм, надо подправить. Я хорошо помню, под каким видосом этот комментарий был оставлен. Обзор на Assassin's Creed Синдикат. Просмотров там не шибко много, и на момент появления под видосом этого уебана там было 320 лайков к нулю дизлайков. Здарова, Сквирт! Ой, то есть Сверок, как ты там говорил? Да, он живущий в своей вселенной. Так вот это про тебя, потому что только в твоей вселенной этот бред похож на GTA Online. А где же Saints Row? Ну и дальше он пишет такой же тупейший бред, который даже зачитывать не надо. Господи, свят, свят, свят. Ой, бля, я уже какой раз это перечитываю и просто ору в голос. Я не добавил Saints Row, потому что, как это существо само отметило, топ подбирался по играм, которые похожи на GTA Online. А в Saints Row только кооперативно два человека. Никаким массовым онлайном там, блядь, и не пахнет. Это же насколько надо быть тупорылым дауном, чтобы написать подобное. Расстрелять! Как же вы заебали целая минута офф-топа? Неужели не очевидно, что всех уже заебала информация о твоем канале? Какой же, блядь, пиздец? Для кого блогеры в первую очередь снимают свои видео? Для зрителей. Зрители подписываются на канал, потому что они каналом заинтересованы и заинтересованы автором канала. Это же, блядь, логично, как бы, и максимально очевидно, по-моему, для всех. Но, видимо, этой обоссанной свинособаке не хватило мозгов, чтобы понять столь простую истину. Крайне много выходит, чел, ты вообще готовился к выпуску ролика. Толковая хоррор игра раз в 4-5 месяцев выходит, если не реже. Последний серьезный хоррор вышел в мае месяце 2018 года. Это часто? Это, кстати, вообще полный пиздец. Я, когда прочитал этот комментарий, я чуть не охуел, ведь он оставлен под видосом, внимание, топ-20 лучших хоррор игр 2018 года, который я составил из 20 игр, которые вышли только за летний период, и я это озвучил в самом начале видео. То есть, топ-20, 20 игр, 20 сука игр, о которых я говорю, он видит название, может посмотреть само видео, там я вставил все геймплеи, все игры, все названия этих игр, эта информация блять перед ним, но нет, он изрыгивает настолько тупейший, просто блять до невозможности абсурдный комментарий, серьезное отклонение в развитии налицо, этого человека точно не спасти. Расстрелять! Ты самый большой говноед, которого я встречал на ютубе, то холлогвинов курит в сторонке, лизать ты умеешь. Вот кстати подобного содержания комментарии массово оставляют сейчас всем блогерам и мне конечно же тоже, кто в своих обзорах позволяет себе хоть немного частью таких долбоебов не большинство, но по факту на гневных хейтерских обзорах и изливания желчи на игры, как любят делать многие уже несколько лет, выросло поколение таких вот уебков, которые вообще не воспринимают похвалу, не умеют получать удовольствие от игр, а лишь все подряд хуесосят и обвиняют всех в продажности. Именно поэтому сейчас практически все обзорщики перед тем как начинают что-то хвалить точно никто не заслал, ну то есть оправдываются перед зрителями, и я кстати понимаю, но я же борюсь с подобным биомусором еще проще, сразу к хуям всех баню, ибо на больше они не заслуживают, эх, они потом еще иногда могут заходить с другого аккаунта и писать ооо удалил мой комментарий, тогда точно продался, не хочешь чтобы люди правду узнали, да нет, я просто избавляюсь от отбросов общества, подчищаю свой канал от малолетних выблядков, какой нахуй байошок, твоим блять английским можно англичан пытать, ой дурак, я наверное уже раз пять поднимаю эту тему с байошоком, и кстати не зря я произношу именно так, потому что так правильно и это блять очевидно, но куча малолетних выблядков, когда замечают такие вот лазейки, где можно как-то исправить автора, они просто на говно и сходятся лишь бы подать свое исправление максимально оскорбительно, чтобы прям своим комментарием возвыситься над автором, но у меня с такими мразями тоже разговор короткий, малейшее исправление, сразу пожизненный бан, расстрелять, топ лучших сериалов, а включаешь видос, и перед каждым сериалом говорится посмотрел, боже, какое говно, нет слов, эм, правильно, посмотрел, я посмотрел, потому что если бы я не смотрел, как бы я блять смог составить топ лучших сериалов, по каким критериям для себя я бы определил, что они лучшие, и как бы я озвучивал свое мнение, если я их не видел, ой блять, ну что за ебаный пиздец, вот всегда думаешь, что настолько тупых даунов уже точно не будет, и всегда следующий ебанат оказывается тупее предыдущего, очень много ошибок в указании размеров, ну прям очень, комментарий оставлен под очень старым видео о самых больших играх в открытом мире, информацию для которого я брал из википедии и сверялся с другими официальными и не только сайтами, так что никаких ошибок там быть и близко не может, а этот ублюдок отправляется нахуй в бан, потому что я уверен на все сто процентов, что он намеренно решил доебаться, расстрелять, ну и толку рассказывать про игру, если ты не пишешь ее название, как я ее искать буду, я что тебе инглиш что ли знать должен, я больше не хочу жить на этой планете давно я уже отобрал этот комментарий тогда я действительно не писал название игр в описании потому что не считал нужным ведь блять гугл это мать его гугл ты можешь хоть куриными лапами написать слово которое расслышал например буталфилд батлкилд батлофилд бурофилд блять бихохилд да как хочешь или call of duty call duty call duty call and duty в любом случае гугл все равно выдаст тебе правильные варианты и ошибиться в поисковике блять просто невозможно я это понял еще году так в 2007 или 2008 когда у меня появился блять кнопочный телефон и я впервые зашел в этот блять поисковик так что да название я тогда не оставлял но этот баран менее тупым от этого не становится ибо блять в 2018 году не уметь пользоваться поисковиком гугла это просто пиздец вообще за гранью сейчас мозг вскипит просто пиздец да уж какие только по нашей земле не ходят тупорылые ебанаты они наверное все же никогда не перестанут меня удивлять так что на этом пока что все как я уже сказал ранее еще как минимум два видоса из этой рубрики вам точно стоит ждать ну и может быть я отфильтрую еще все оставшиеся папки и отберу отборных дебилов для третьего выпуска ну а уже потом я всерьез задумаюсь о том чтобы закрыть эту рубрику так что ставьте этому видосу лайк оставляйте комментарии и следите за новостями канала всем удачи друзья и всем пока удачи 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 Продолжение следует...